Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 15 января. И вот хотя я сижу рядом с горой земли, разговор пойдет про освещение. И вы понимаете, есть такие вопросы. Я вот иногда задаю вопросы в комментариях. Я быстро-быстро отвечаю, коротко, да нет, да нет. Вопрос про свет не ответишь. Он неоднозначный ответ. И поэтому я решила более подробно снять. Очень часто приходят сейчас вопросы. Вот сейчас же уже скоро будут посевы. И кто ни разу не пользовался дополнительной подсветкой, спрашивают, в каком режиме должны работать лампы, сколько часов света нужно растениям. Тут, конечно, если зайти в интернет, опять мы увидим, что информация разная. Иногда написано, что первые дни нужно вообще сутки напролет во время всхода освещать. Кто как пишет. Я расскажу только про свой опыт, как делаю я. Я делаю так на протяжении уже многих лет. И этого бывает нормально. Целые сутки после всходов, по 24 часа, я не досвечиваю. У меня всегда один и тот же световой режим с 8 утра до 8 вечера, 12 часов. И этого вполне достаточно для рассады. Мы встаем в 7 утра. И вот раньше, когда вставали, например, поднимались на работу, встаешь, 7, полвосьмого, включаешь свет. Вечером в 8 часов выключаешь. У нас жизнь кипит и лампы горят. Мы ложимся отдыхать, идем и лампы выключаем. Но тут нужно несколько нюансов осветить. Несколько таких, ну как, боковых вопросов, не основных, вспомогательных. Нужны ли вообще вам эти лампы? Может быть, вам они не нужны? Все это зависит от срока посадки. Я вам скажу так. Если вы собираетесь высевать, делать посевы в стандартные сроки, вот, например, как у нас 15-16 марта, у нас сеет основная часть огородников. В это время уже достаточно солнца для того, чтобы не использовать дополнительную подсветку. Тогда не нужно вам тратить деньги. Но это, опять же, с условием, если у вас южное окно есть. Если есть окно, где в течение вот с утра, ну пусть не с утра, хотя бы 6 часов светит свет. Если вот некоторые люди пишут, что у нас вообще нет окна на юг, только северная сторона. И там ни утром, ни в обед, ни вечером солнца такого нет, а просто, ну, светло и все. И рассада вытягивается. Если у вас нет южных окон, и солнца не бывает у вас на окнах, там, где вы выращиваете, то даже если вы сеете в марте, лучше всего делать подсветку рассады. Потому что вы понимаете, если недостаток света, это вот один из основных факторов, почему у нас плохая рассада. Рассада бывает плохая, потому что или температурный режим неподходящий, или режим полива нарушаете, или недостаток света. А если вот эти три фактора сходятся вместе, то есть, если вы поливаете много, если света мало, и если ей еще тепло стоит где-нибудь там. Ну, короче, когда тепло и темно, она у вас будет тонкая и длинная. Рассада очень быстро теряет качество, когда что-то нарушено. Или количество света, или температурный режим, или количество воды. Еще хочу сказать про свет. Количество вот часов, на которые нужно включать, оно же тоже зависит от того, на окне вы выращиваете, и опять же на северном, или на южном, или на стеллаже. Вот у меня сейчас почти вся рассада растет на стеллажах, потому что на окнах у нас, я уже говорила, февраль и еще даже март, очень холодно, и вот это вот, особенно перцем, баклажаном, ну там прохладно. Мы стали делать стеллажи, я выращиваю на стеллажах. Так вот, если вы выращиваете на стеллаже, то у вас однозначно режим будет один и тот же, с 8 утра до 8 вечера, потому что больше никакого света не поступает, окна далеко. А если оно у вас стоит на окне, ну вот это, ну как контейнер или ящик, ну вообще рассада, если оно у вас стоит на окне, то возможно в солнечные дни можно и выключать на время, ну как, например, включили утром, когда еще так нет солнышка, вот вышло с 12 до 3, например, у вас 3 часа солнца, прям южная сторона, солнце бьет, и достаточно солнца, зачем тогда лишняя подсветка? Нет, это все индивидуально и каждый должен решать сам, когда включать лампу, когда выключать. Но вот ориентиры, вот такие вот границы, если не на окне, если дополнительного освещения нет, то с 8 утра до 8 вечера, 12 часов, это минимум должна. И еще тут же про подсветку, не забывайте о тех растениях, которые, у которых при посеве нужно соблюдать вот этот световой режим, то есть, например, петуния не всходит без света, еще что у нас, целозия, поверхностный посев, тоже она должна всходить на свету, то есть, если мы томатом и перцем можем включать только после того, как они начинают показываться, я вот, например, делаю посев, закрываю пленочкой целлофановой и ставлю на стеллаж, но лампы не работают, пока я не увижу вот эти петельки, тогда я пленочку убираю, лампы включаю, все. А вот эти мелкосемянные, вот как петуния, целозия, кто любит выращивать семена, они должны быть с включенной подсветкой уже заранее, уже до того, как они взошли, потому что, например, петуния, она всходит только на свету. И тут уже про то, вопрос не уместен, нужна ли подсветка или нет, петунию обязательно нужно подсвечивать. Вообще, про лампы я уже говорила, ссылку на предыдущую до сих пор еще споры идут, нужна ли фитолампа или достаточно простой. Я еще раз говорю, что я выращиваю все под простыми, под самыми дешевыми лампами, растет все так же прекрасно. Если мы будем вот так вот все совмещать, и полив будет у нас умеренный, и света будет достаточно, и температура будет не очень теплая, хотя мы думаем, что чем теплее, тем лучше, но в теплой температуре рассада сильно хорошо прет и вытягивается. Если все будем соблюдать, то у нас рассада будет крепкая, здоровая. Все, до свидания.